Евгения Симонова – блистательная актриса театра и кино. Впервые на съемочную площадку она попала в 17 лет и очень понравилась на пробах режиссера Леониду Быкову, который сказал ей, что никакая другая актриса теперь ему не нужна. Так она дебютировала в фильме «В бой идут одни старики» в роли летчицы Марии, но настоящую известность она получила после того, как на экраны вышел фильм «Афоня», в котором она сыграла главную роль медсестры Екатерины. Ну а одной из лучших работ была роль принцессы в картине «Обыкновенное чудо», и в дальнейшем режиссеры часто предлагали ей роли лирических персонажей. Что касается личной жизни, то впервые Евгения вышла замуж по большой любви. Она влюбилась на съемках «Пропавшие экспедиции» талантливого и харизматичного актера Александра Кайдановского, который был старше ее на 9 лет, а помимо этого состоял в законном браке. Однако ради Евгении он оставил жену и маленькую дочь и сделал ей предложение. В 1976 году у них родилась дочь Зоя. Семейная жизнь оказалась неспокойной, так как Александр обладал сложным противоречивым характером. Симонова смогла выдержать только 6 лет, после этого они развелись. Вторым мужем актрисы был актер Дмитрий Полонский, но и с ним они не прожили даже 2 лет. Зато свое счастье она нашла в третьем браке с режиссером Андреем Эшпаем. До нее он был женат на Ларисе Удовиченко. И вот уже более 35 лет Евгения и Андрей вместе и смогли построить крепкие отношения, которые до сих пор являются примером для многих. Кстати, благодаря мужу Симонова вновь вернулась в кинематограф. Один из известных сериалов, в которых он ее снимал, это «Дети Арбата». В этом браке у них родилась дочь Мария. В свое время Евгения дружила с актрисой Людмилой Коршаковой, которая известна по фильму «Калина Красная». К сожалению, жизнь ее оборвалась в 42 года, после чего у нее осталась 13-летняя дочь Дарья. У девочки были родные бабушка и дедушка в Туле, но они не смогли стать ее опекунами. И чтобы Дашу не забрали в детский дом, Симонова оформила опекунство. Много лет заботилась о ней, как о родной дочке. Они нечасто виделись и недавно встретились в эфире программы «Привет, Андрей». И тепло поприветствовали друг друга. Дарья с любовью и благодарностью отзывается о своей тете Жене. У нее небольшой бизнес и она занимается флористикой. На сегодняшний день актриса продолжает играть в театре и снимается в кино, но старается не ездить на гастроли, так как ей нужно себя беречь. Более 10 лет назад у нее обнаружили рак, и ей пришлось удалить одно легкое. Несмотря на все тягоды, связанные с этим заболеванием, она остается жизнерадостной и несет свет и добро. Ее старшая дочь Зоя Кайдановская тоже стала актрисой. Она закончила ГИТИС, а 21-летний внук Алексей оканчивает Щукинское училище. Хотя сама Симонова не желала ему актерского будущего. Евгения Павловна всегда много времени уделяла внуку и старалась найти общий язык. И сейчас у них близкие отношения. Также у Зои подрастают еще две дочери. Одной 5, а другой 10. И они часто проводят время с бабушкой, которая любит с ними играть. Что касается младшей дочери Марии, то она окончила консерваторию и великолепно играет на фортепиано. Она замужем за сицилийцем, который тоже музыкант, трубач. И проживают они в Дании. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу Евгении Симоновой и ее творчестве в кино. Продолжение следует...